по баскетболу. Надо внимательно слушать учителя и все упражнения с мячом выполнять только по его команде. Необходимо делать разминку, чтобы не получить травму. Травма слово греческое и переводится как рана. Повреждения. Самые распространенные повреждения в баскетболе это ушибы. Ушибы представляют собой механическое повреждение мягких тканей, сопровождающиеся разрывом мелких сосудов. В основном они возникают во время ловли мяча. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность учителя физкультуры. Важна удобная спортивная одежда и не скользкая обувь. Начальное вбрасывание мяча. Играют две команды по пять человек. Начальное вбрасывание производится в центре площадки. Спорящие игроки могут касаться мяча в воздухе не более двух раз. Остальные восемь игроков не могут входить в круг до касания мяча спорящими игроками. Не могут стоять рядом с кругом два игрока одной команды, если соперник желает встать между ними. Игра в зоне штрафного броска. Запрещается игрокам нападение оставаться под счетом соперника более трех секунд. Линии, ограничивающие зоны, входят в ее размеры. Нарушения правил не будет, если на получение мяча в зоне затрачено менее трех секунд, а затем выполнено наведение и бросок в корзину. Если нападающий овладел мячом и многократно пытается поразить корзину. Прежде чем мы перейдем к освоению основных приемов игры, выполним разминку, в которую включим упражнение с набивным мячом. Первое упражнение. Ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках внизу. Поднимаем руки вверх и возвращаемся в исходное положение. Следующее упражнение. Ноги врозь, руки с мячом вперед. Повороты туловища вправо, затем влево. Следующее упражнение. Широкая стойка ноги врозь, мяч на полу справа. Перекатить мяч к левой ноге и вернуться в исходное положение. Следующее упражнение. Стойка руки с мячом вперед, поочередной махи ногами к мячу. Следующее упражнение. Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. Следующее упражнение. Из исходного положения ноги на ширине плеч, выполняем приседания с мячом руки вперед. Следующее упражнение. Прыжки на двух ногах через мяч вправо-влево. Разминка окончена. Ведение мяча – это прием, позволяющий игроку передвигаться с мячом по площадке в любом направлении и на любое расстояние. Игрок, ведущий мяч, выполняет мягкие толчкообразные движения, сгибая и разгибая руку в локтевом и лучезапясном суставах и направляет мяч, чтобы он отскакивал от площадки не выше пояса. Игрок, ведущий мяч правой рукой, выполняет прием справа от себя, чтобы не затруднять свободное продвижение вперед. По правилам, игрок может вести мяч столько, сколько захочет, до тех пор, пока его рука находится над мячом. Ведение должно быть непрерывным. Если игрок прекратил ведение и поймал мяч, он не может возобновить ведение, а должен либо выполнить бросок в кольцо, либо передать мяч партнеру. Возобновление ведения после того, как игрок остановился и взял мяч в руки, является ошибкой и называется двойным ведением. В пятом классе вы освоили ведение на месте и в движении, двигаясь по прямой. Активные действия соперника вынуждают применять низкое ведение, меняя темп и направление движения переводами мяча с одной руки на другую. В шестом классе мы обратим внимание на ведение мяча с изменением высоты отскока скорости и направления. Выполним специальные упражнения. Первое упражнение. В стойке баскетболиста выполняем ведение на месте правой левой рукой так, чтобы отскок мяча не превышал двух его диаметров от площадки. Второе упражнение. Используем гимнастическую скамейку. Ведение мяча по скамейке. Следующее задание. Идем по скамейке, а ведем мяч возле скамейки. Третье упражнение. Ведение мяча правой левой рукой вокруг трех кругов на баскетбольной площадке. Четвертое упражнение. Переводы мяча с правой руки на левую и с левой руки на правую в стойке баскетболиста. Пятое упражнение. Обводка неподвижных препятствий со сменой рук. Возможные ошибки. Шлепанье по мячу раскрытой ладонью. Расслаблена кисть. Высокий отскок мяча. Сильное сгибание руки в локтевом суставе. Ведение мяча перед ногами. Прямые ноги. Туловище постоянно наклонено вперед. Опущена голова. Игрок не видит площадку. На каждый шаг удар мячом о площадку. Отсутствует координация. Упражнение закончено. Выполним комбинированное задание для совершенствования изученного материала. Все упражнения выполняются в паре последовательно без остановки. Первое упражнение. Передача в паре в движении двумя мячами. Один передает с ударом об пол, другой по воздуху. Второе упражнение. Ведение, обводка конусов по кругу. Первый конус правой рукой. Второй конус левой рукой. Третий конус правой рукой. Третье упражнение. Приседания с ведением мяча, меняя высоту отскока. Четвертое упражнение. Ведение змейкой со сменой рук. Пятое упражнение. Ведение через конусы. Шестое упражнение. Ведение с сопровождением.